Вода – непредсказуемая стихия. С одной стороны, она помогает расслабиться, снять стресс и успокоить нервы, но в то же время она может забрать жизнь человека. За первый месяц лета на водоемах Нижегородской области зарегистрировано 16 происшествий, в результате которых погибло 17 человек. Саровчан в этом списке, к счастью, не оказалось. Причина, наверное, объективная, потому что и водоемы другого характера, и площадя, и акватории у нас все-таки более оккультурено. Все приведено в больший порядок, где больше наблюдения. Проведенный анализ показал, что причин происшествий всего две. Первое – купание в необорудованных для этого местах, но все-таки 90% людей погибли из-за несоблюдения простых правил поведения у воды. Наибольшая часть из этих 90% – это употребление спиртных напитков, когда у людей притупляется чувство осторожности. Остальное – это уже, скажем, медицинские случаи, когда не соразмеряют температуру воды, температуру окружающего воздуха, идут резкие какие-то спазмы, вплоть до остановки сердца. Но главный враг утопающего – это паника. Как утверждают специалисты, впавший в истерику человек может погибнуть и на мелководье. Даже человек, не умеющий плавать, если будет спокойно себя вести, то есть не болтыхаться, просто держать себя на воде, он сможет держать себя на воде. В нашем городе есть четыре места, где можно отдохнуть у воды. Однако официально купаться разрешено только в двух водоемах – на протяжке и пруду боровом. Здесь работают специальные медицинские пункты и спасательные посты, где есть все, что нужно для оказания первой медицинской помощи, а также спасательные жилеты и круги. Если вы увидели тонущего человека в месте, не оборудованном для купания, незамедлительно звоните по номеру 112 или в Саровский аварийно-спасательный отряд 70-600. О том, как оказать помощь утопающему самостоятельно, мы расскажем в ближайших выпусках новостей. Мария Рунич, Константин Островский, Владимир Лисик. Служба новостей. Саров-24.